Привет всем! Я не устаю повторять, что инфаркт миокарда не есть коронарогенный некроз миокарда, но есть асептическое коронарогенное воспаление, которое по своей природе представляет компенсаторно-защитный приспособительный механизм, направленный на решение задачи повреждения, чтобы заместить поврежденные ткани соединительной тканью. Когда воспаление протекает по всем правилам, процесс завершается формированием полноценного рубца, и геометрия сердца не нарушается, и функции его сохраняются, и человек чувствует себя вполне здоровым. Когда же воспаление нарушается, возникают проблемы. В одном из моих предыдущих видео я говорил о том, что условие неосложненного воспалительного процесса при инфаркте миокарда является так называемый эуреактивный дистресс, который проявляется эуреактивными, или, иными словами, нормореактивными, лейкоцитарными реакциями на возникший процесс. Осложненный инфаркт миокарда – это нарушение в течение воспалительного процесса, и в их основе лежат прежде всего нарушения реактивности. С гиперреактивным вариантом инфаркта миокарда, который осложняется аневризмами разной величины, разрывами сердца, ранними, в остром периоде инфаркта миокарда, нарушениями сердечного ритма, я уже рассказывал. В этом выступлении, которое посвящено зеркальному варианту, гипореактивному инфаркту миокарда, я использую те же иллюстрации, которые я использовал и обращаясь к гипереактивному инфаркту миокарда. Почему так? А потому что, несмотря на то, что явление абсолютно симметричное, что гипореактивный инфаркт миокарда – это гипореактивный дистресс, это гипореактивные лейкоцитарные реакции, в конечном исходе мы получаем все тот же результат – десинхронизацию некротических и репаративных процессов в зоне инфаркта со снижением ее прочности и, как результат, формированием после инфарктной аневризмы и разрывов сердца. Различия только лишь в деталях, а именно гипореактивный инфаркт миокарда – это низкий лейкоцитоз, это низкая активность лейкоцитов, это медленное поступление грауцитарных форм лейкоцитов в зону инфаркта, это медленно происходящие деструктивные процессы, это формирование низких концентрационных градиентов по границе зоны инфаркта и в крови продуктов распада некротизированного миокарда, и, как результат, задержка в развитии агрогоцитарных реакций крови и зоны инфаркта с более поздним началом восстановительных процессов, с более медленным развитием соединительной ткани, что является основой формирования таких осложнений. То есть гипореактивный инфаркт миокарда, как и гипореактивный инфаркт миокарда, при разных начальных и исходных условиях имеет в результате один и тот же патогенетический механизм, а именно десинхронизацию, рассогласование в развитии некротических и репаративных процессов. Что бы я хотел еще сказать? Я хотел бы сказать, что варианты нарушений в реактивности, лейкоцитарных реакциях крови в соответствии с этим тоже не ограничиваются гиперреактивностью и гипореактивностью и могут иметь и иные проявления, как их комбинации по интенсивности, по времени наступления. Поэтому контроль лейкоцитарных реакций при инфаркте миокарда является исключительно важным, потому что он позволяет установить. Протекает воспалительный процесс адекватно, имеется нарушение в этом процессе, какой тип нарушений в этом процессе. Потому что если гиперреактивный, я говорил, необходимо использовать средства, которые понижают реактивность, то когда гиперреактивный, необходимо использовать средства, которые, напротив, стимулируют реактивность. Но о вмешательствах в течение нарушенного воспалительного процесса при инфаркте миокарда я буду рассказывать в одном из последующих моих видео. Если инфаркт миокарда в обязательном порядке, контролируйте лейкоцитарные реакции, отслеживайте по ним, как происходят процессы в зоне инфарда и создавайте условия для того, чтобы они проистекали наилучшим из возможных образом. Кто вооружен, тот защищен. Берегите себя, будьте здоровы!